Говорит Москва. 94,8 FM. Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лет старше 16 лет. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Револьвер». И, как всегда, по понедельникам проведу я, Ростислав Ищенко. Мы сейчас попросим, чтобы нам подключили звонки. В прошлый раз нам это забыли сделать. Пропажа обнаружилась только на 45-й минуте эфира. При этом часть наших радиослушателей этому очень обрадовалась, и часть очень огорчилась. Так вот, тех, кто обрадовался, должен огорчить, потому что формат передачи предусматривает не монолог, а диалог. Поэтому звонки всегда будут, но если, конечно, будет кому звонить. Без них мы не обойдемся. Что касается темы нашей с вами сегодняшней беседы, то я предлагаю поговорить о том, как разные политические системы и разные общества встречают кризисные явления, или как они преодолевают кризисные явления. И не только потому, что, судя по смс-сообщениям, которые я читаю из прошлого часа, вы здесь активно обсуждали тему распространения коронавируса в мире, но и потому, что, в общем-то, мировая экономика, глобальная экономика давным-давно вступила в системный кризис, и распространение самого вируса, безусловно, усиливает кризисные тенденции. Но если бы его не было, они бы все равно бы существовали. И актуальность проблемы преодоления кризиса, кстати, в том числе и борьбы с коронавирусом, от этого бы не уменьшилась. Ну, если отталкиваться от тенденции актуальны, то мы видим, как, скажем, встретила эпидемия китайское общество и, кстати, китайская медицина, которую, может быть, в нашей стране не ругали, так как российскую, но, по крайней мере, в принципе, не замечали. И очевидно, что многие даже не считали, что она существует как таковая. Но, тем не менее, китайцы смогли мобилизоваться, принять ряд жестких мер, и, по сути дела, сейчас уже выходят из состояния эпидемической опасности. Ситуация стабилизируется. Экономика возвращается в нормальный режим работы. И если бы не глобальный системный кризис, то можно было бы сказать, что Китай спокойно перенес эту проблему. Другое дело, что кризисные явления в мире, то есть падение экономических показателей тех же Европы и Соединенных Штатов, которые являются основным потребителем китайских товаров, все равно приводят к экстраполяции этого кризиса и на китайскую экономику тоже. Но именно ситуацию с распространением коронавируса китайская медицина совершенно спокойно эскупировала, в общем-то, и с некоторым напряжением сил, но без перенапряжения проблему решила. В то же время мы видим, как сейчас в Западной Европе происходит буквально катастрофа. При том, что пока что показатели количества заболевших еще не вышли на пиковые китайские значения, но тем не менее медицинская отрасль, как таковая, уже начинает разваливаться. То есть идут сообщения об отсутствии достаточного количества коем в больницах в очагах эпидемии. На полном серьезе уже начинают рассуждать врачи и политики европейских стран о том, что надо сегрегировать тех, кого необходимо спасти, а тех, кого можно, в общем-то, и не спасать, потому что на всех спасалки уже не хватает и так далее. То есть мы видим, что в одном случае медицина может быть, я повторяю, незаметная в таком повседневном проявлении, не пользовавшаяся, скажем, таким спросом, как, например, германская, смогла решить поставленную, возникшую перед обществом проблему в интересах, кстати, всего общества. А в другом случае потенциала просто не хватило. Несмотря на то, что, кстати, европейские государства принимали примерно такие же меры, как до них принимали китайцы. Строгий карантин и так далее. Но их строгий карантин оказался значительно менее, строгим, чем в Китае. А повторяю, их медицинская отрасль не смогла обеспечить достаточной медицинской помощи всех заболевших. Хотя, в общем-то, показатель заболеваемости даже в Италии, где-то вчера он превысил 20 тысяч, не знаю, может быть, сегодня уже 25, это не какие-то критические величины, это не сотни тысяч, не миллионы заболевших все-таки. Тем не менее, европейская медицина с этим уже не справляется. Я не знаю, мы еще не вышли на такие пиковые значения, хотя, судя по тому, что в последнее время количество заболевших начало расти на десятки в день, можем повторить путь того же Китая, той же Италии, то есть выйти на достаточно большие показатели, там, в тысячи заболевших. Вот, поэтому не буду утверждать заранее, что российская медицина покажет такие же успехи, продемонстрирует, как китайская, хотя, может быть, продемонстрирует и большее, а может быть, и меньшее. Но, по крайней мере, судя из даже подготовительных мероприятий, Россия готова к решению этой проблемы несколько лучше, чем к ней подготовились западноевропейские государства, хотя у них тоже было достаточное количество времени от начала эпидемии до того момента, когда она добралась до них. Так вот, повторяю, что государства принимали примерно одинаковые меры воздействия. Условия карантина примерно везде были одними и теми же, что и сейчас, в общем-то, Россия, которая долгое время, значит, пыталась избегать слишком жестких мероприятий, сейчас я закончу, отвечу на ваш звонок. Вот, она тоже подходит к примерно тем же... Ну, пропал-пропал, ладно. Вот, значит, она тоже приходит к тем же примерно решениям, которые принимались и в Китае, которые принимались... Ладно, чтобы вы не потерялись, еще раз, пожалуйста, слушаю вас. Да, вы в Афире. Я услышал, вы говорите, отвечу, ну и сбросил. Так вы сбросили специально для того, чтобы я не смог вам ответить? Да нет, ну, вы сказали, я закончу, думаю, ну подожду. Смотрите, ситуация такая. Вот верные вещи, по моему убеждению, вы говорите, но единственное, нас сейчас нельзя ни с кем сравнить по той причине, что мы банально не знаем истинные масштабы, которые у нас происходят. То есть, если взять на примере города Москвы, да, то у нас в Первой Градской, по-моему, единственное место, где можно сдать анализы на новый коронавирус. Вот. И, помимо прочего, вот сейчас есть подтвержденный случай. Свиной грипп у нас опять появился, да, недалеко от Москвы, буквально там 7 километров. Ну и в целом болезнь-то, она прячется, да, прячется за стандартными вещами ОРВИ, ОРЗ, грипп, простуды и так далее. Она очень похожа. Поэтому мы вполне возможно, там, через несколько дней получим колоссальные цифры. Это будет совершенно другая ситуация. Я с вами согласен. Я именно об этом, кстати, когда вы звонили и говорил, что мы еще не вышли на пиковые значения. Что если когда-то у нас было там 2, 3, 4, даже десяток заболевших на всю Россию, причем было такое, что заболевшие успевали выздороветь до того, как появились новые? Значит, можно было... Возможно, мы уже и вышли. Просто мы об этом не знаем. Нечем диагностировать. Смотрите, смотрите, о чем я хочу вам сказать. Может, мы уже и вышли, может быть, мы не вышли. Значит, предполагать можно как угодно. Но проблема, на самом деле, возникает в тот момент, когда у вас появляются пиковые значения заболевших, потому что именно в этот момент они, как заболевшие, отправляются в стационар и их начинают лечить. И именно в этот момент нагрузка падает на медицинскую отрасль серьезная. Я же говорил о том, что в Китае медицина справилась, напряглась, но справилась. А в Европе напряглась, но не справилась. И мы не знаем, как наше. Напряжется-то она напряжется. А справиться-не справиться, это покажет уже вскрытие. То есть, когда действительно на нее пойдет пиковая нагрузка в десятки тысяч заболевших. Одномоментная как-то. И когда с этим придется справляться. А если мы просто с вами предполагаем, что какие-то заболевшие ходят по городу, и мы об этом не знаем, то об этом не знает и медицинская отрасль. Поэтому мы протестировать ее сейчас не можем. Мы можем предполагать, что она среагирует качественно или некачественно. Мы можем предполагать, что она среагирует адекватно или неадекватно. Но мы не знаем точно, потому что только эмпирический опыт дает ответ на это. Есть такое предположение, что Китай справился не столько за счет медицины, как вкупе со своим строем. Что они могут на некоторые вещи закрывать глаза. У них нет такого количества оппозиции действующей власти, которая могла бы не давать им некоторые вещи. Там ограничивать права человека и так далее. То, чего в принципе нет в Европе. За это замечание я вам признателен. Потому что это как раз то, о чем я собирался говорить буквально сейчас. Только я еще раз подчеркиваю, что несмотря на строй, совершенно либеральные европейские государства приняли примерно те же нормы, те же действия в качестве карантин, что и тоталитарный Китай. Но проблема заключается в том, как общество реагирует на эти действия и как оно выполняет или не выполняет эти нормы. Так вот в Китае общество среагировало адекватно. То есть дисциплинированное китайское общество среагировало не просто под угрозой наказаний, хотя угроза наказаний тоже существовала. Но сейчас и в Европе разрабатывают вплоть до уголовного угрозу наказания за нарушение правил карантина, за заражение и так далее. Оно еще и среагировало за счет своей традиционной самодисциплины, за счет традиционной общественной организации. Причем это не изобретение новейшего Китая. Китайское общество всегда было таким. Оно было таким при рабовладении, оно было таким при феодализме, оно было таким при коммунизме и оно является таким при посткоммунизме, при своеобразном китайском капитализме. Хорошо это или плохо? В отдельных случаях хорошо, в отдельных плохо. Потому что с одной стороны такая общественная организация позволяет на длительных отрезках времени мобилизовываться и можно там строить десятками эсминцы можно заасфальтировать весь Китай или даже всю Юго-Восточную Азию можно много чего сделать в больших объемах и даже хорошего качества например, чего у китайцев не отнять в отличии от СССР который при помощи мобилизации добивался только больших объемов, а качество у него хромало, за исключением военно-промышленного комплекса, значит Китай добивается еще и хорошего качества но чего у Китая нет за счет вот этой общественной организации которая насквозь проникнута дисциплиной и которая просто выполняет приказы то есть без приказа не шевелится, так вот чего у них нету, это очень слабый потенциал собственного изобретательства все что они сейчас делают это в основном приобретенные подаренные или украденные технологии причем они их хорошо используют но они их очень слабо развивают например, китайцы купили не очень совершенный даже во время своего выпуска советский авианосец они его модернизировали они выпустили уже следующий корабль собственный на базе они планируют выпустить еще два но тем не менее это корабли которые как были достаточно устаревшими уже во время своего строительства то есть они были не новыми просто советский союз еще только учился строить авианосцы он шел по пути от вертолетоносцев потом через корабли которые нестили самолеты с вертикальным взлетом и до полноценных авианосцев до Ульяновска чуть-чуть не добрались не успели его построить так вот, китайцы делают другому они просто начинают как пирожки лепить то, что они приобрели и это в некоторых отраслях дает им конкурентные преимущества а в некоторых отраслях в значительной степени тормозит их развитие но их основное отличие от нас в виде Советского Союза заключается в том то, что они не ограничены железным занавесом либо санкциями с одной стороны а с другой стороны их деньги свободно конвертируемы в отличие от рубля рубль был бумагой на которую можно было проесть, пропить отнести в сберкассу поэтому вещи, блага для населения не имело смысла делать так же, как мы не могли бы их поставлять куда-то кроме стран социалистического строя Китай же, да может делать телефоны всем известных марок и завоевывать рынки других стран и получать за это деньги вкладывать деньги опять в развитие и развиваться на рельсах экономики а не только государство убухло денег в оборону если там что-то получилось совершенно правильно я, кстати, когда-то говорил не помню в этой или передачи по-моему в этой значит о том, что проблема Советского Союза заключалась в его экономической закрытости те отрасли которые имели возможность конкурировать как, в частности, ВПК который должен был в любом случае конкурировать с военно-промышленным комплексом Запада те развивались эффективно те отрасли которые конкурентов не имели а это практически вся легкая пищевая промышленность значит автопром и так далее они замирали потому что собственный рынок был достаточный он был в любом случае ненасыщенный и в любом случае покупали все что было произведено неважно насколько Жигули уступали Мерседесу важно что их все равно приобретали я прошу прощения до нас дозвонился еще один слушатель мы сейчас ему ответим да слушаю вас я немножко удивлен сравнительным анализом дисциплинарного фактора Европы и Китая китайское общество знаете дисциплинировано только внешне как нам кажется на самом деле там продажное все как и у нас и вот смотрите вот этот фактор развития Китая наверное благотворной для общей экономики мировой за последние 30 лет вот все-таки дисциплина как-то связана с какой-то внутренней моралью по отношению к природе но более страшной загаженности чем китайская территория имеется ввиду экологическом смысле просто в мире больше ничего нет все-таки западные вот я сейчас у меня многие мои приятели живут в Испании в Италии вот эти общества очень четко выполняют указания правительства вот люди по двору ходят никуда не выезжают аэропорты закрыты маленькие я имею в виду малая авиация в Испании в магазинах действительно не знаю как сегодня но вот вчера позавчера просто выметено все поэтому дисциплина все-таки этика протестантская на протяжении потом социальной гарантии выше в Европе поэтому когда мы говорим что Китай это дисциплина это не совсем так понимаете там за деньги и в том числе касается и нашей границы можно все что угодно китайцы для китайца деньги взятка это все ну давайте вот я говорю такие вещи пусть меня кто-то опровергнет и дальше но мы же не знаем что будет с этим вирусом пока говорить что все нормально как бы я бы не решился но самое страшное другое самое страшное что мы видим у нас 68 заболевших и ни одной смерти ради чего тогда такое такое напряжение вот это вранье власти оно уже достало понимаете ну не может быть чтобы эти меры предпринимались при 68 заболевших и отсутствии ни единой смерти давайте вот об этом говорить а не о том кто дисциплинированный итальянский спасибо спасибо большое значит давайте поговорим об этом значит во первых при 68 заболевших практически везде не было ни одной смерти но мы как минимум знаем как развивались события после того как заболевших было несколько десятков очень быстро снилось несколько сотен а потом несколько тысяч а потом и смерти начинали измеряться сотнями поэтому введение жестких карантинных мер заранее совершенно оправдано и не не может быть а еще раз повторяю что если бы при таких условиях зная что произошло в Китае что произошло в Италии власть продолжала бы благодушенствовать и говорить подумай 68 человек заболело да хоть 168 Россия большая больниц на всех хватит вот вы бы через буквально две недели говорили бы а чего это собственно власти вовремя меры не приняли они что не знали что будет так вот именно потому что знали что будет и знают что будет и принимают жесткие меры значит для того чтобы максимально ограничить распространение заразы и кстати зачем ждать когда будут мертвые лучше все таки оставить этих потенциальных мертвых в живых как мне кажется вот значит что касается любви китайцев к деньгам ну не знаю может быть китайцы и любят деньги но кто же их не любит во всяком случае я знаю что во все постсоветские общества наиболее страшную коррупцию принес запад и во всем мире сейчас работают схемы изобретенные на западе схемы ухода от налогов схемы ухода в офшоры и так далее эти схемы не китайцы придумали а это как раз наиболее страшная международная коррупция поэтому рассказывать о высоких социальных стандартах и о благости запада конечно хорошо но последнее что хотел бы вам посоветовать когда вы говорите о протестантской этике не приводить в пример католическую Испанию и католическую Италию они не протестанты они католики да пожалуйста следующий слушатель вы вышли слушаю вас алло слушаю вас здравствуйте знаете здесь я конечно имею свою позицию святослав понимаете как если с одной стороны вот смотри они говорят что болеют старики и там кто старше 50-60 лет 70-70 с другой стороны закрывают школы институты вузы и с третьей стороны открыт метрополитен если допустим ничего нет открыт метрополитен там проходит 12 миллионов человек если не знаешь я связан с метрополитеном и давно ну в отличие вот ведущего так я могу сказать что там проходит и не 5 тысяч как вот запретили митинги шествия спортивные мероприятия 12 миллионов человек ежедневно и тем не менее ничего люди не знают там болеют не болеют я пока никого не знаю из тех кто метрополитенец кем-то знаком туда сюда никто пока не заболел коронавирусом пока все живы здоровы теперь дальше почему тогда закрываются школы меня вообще не интересует количество сколько умерших но самое смешное вот согласись что же сказал Александр Лукашенко а вдруг вы завезете нам коронавирус испылающий коронавирусом Россию 110 миллионах нефти ну если вы закрываете границу так надо закрывать границу и для нефти и для газа и так далее то есть и не надо же как бы сказать потом чтобы смеялись не только над правительством но над правительством пусть кто хочет смеется но ведь нас же всех будет считать как бы сказать до такой довести абсурд одно исключает другое я уж не говорю про медицинский аспект то что там человек говорил что нет методов и так далее меня это вообще совершенно не интересует но здесь практические моменты если есть эпидемия пандемия закрывается метрополитен нет он открыт метрополитен это не какая-то деревня вот люди они там вообще в том правительстве Мишульсин знаешь что есть метрополитен вот правильно Лукашенко спросил а знаете что граница вообще-то по закону с Белоруссией открыта не говоря о том что она открыта и с Украиной потому что идет газ через Украину это что за граница граница же не только заключается в том что люди переходят ходят и так далее так я понимаю у нас сейчас будут новости через примерно 20 секунд ну 20 секунд нам явно не хватит для того чтобы ответить на вашу достаточно сумбурную речь потому мы вначале послушаем новости а потом если все не забудем то частично ответим спасибо продолжаем нашу программу я так понял что главное возмущение нашего радиослушателя вызвало то что до сих пор в Москве не закрыто метро правда тут нам сразу прокомментировали вот по телеграмму что ну сейчас он договорится пишет Анна Головков правительство услышит и закроют метро вот думаю что не закроют по крайней мере сразу для того чтобы метро закрыли надо чтобы в Москве точно были десятки тысяч самых заболевших потому что метро главная транспортная артерия столицы если оно будет выключено из транспортного сообщения то просто Москва окажется в коллапсе если она не будет работать вообще кстати если слышали вот сейчас было в новостях сказано что не будут закрывать предприятия общественного питания опять таки именно потому что у нас радиус нужно спрашивать а почему вводят такие меры если так мало заболевших так вот поскольку пока заболевших относительно мало то предприятия общественного питания не закрываются потому что рестораны это в основном малый и средний бизнес если их закрыть на 2-3 недели то половина разорится и естественно все эти тысячи людей не будут испытывать горячую признательность к правительству за то что их спасли от коронавируса наставили без работы поэтому пока и не закрывают поэтому и метро не закрывают что повторяю если его закрыть то тогда экономика Москвы просто просто посыпется вот ну тут не буду это самое не буду читать что писали по поводу предложения закрыть газ там и нефть при поставках просто человек не понимает что такое закрыть границы что границы закрываются для пересечения определенными гражданами иностранных государств но границы не закрываются для товаров они продолжают поступать вот так пожалуйста вы в эфире слушаю вас алло да слушаю вас вы в эфире да вы знаете у меня вот два вопроса по этому поводу во первых мне кажется все таки мало выступают вирусологи эпидемиологи вот хотелось бы услышать все таки профессионалов все таки уже есть и статистика ну в общем поконкретнее вот и второе мне кажется вообще нет инструкции поведения для людей имея ввиду потенциальных пациентов не дай бог конечно никому но и врачей вот что должен делать человек если он испытывает такое вот невдомогание и совпадают какие-то симптомы ну и вообще в принципе как-то морально подготовить людей чтобы они это так сказать не счастье не засилило вы знаете ну это конечно субъективное восприятие но я в общем-то очень мало смотрю телевизор чтобы сказать вообще не смотрю там мы периодически прощелкиваем все программы иногда останавливаются на каких-то новостях значит с моей точки зрения этих самых вирусологов с инструкциями как себя вести в том числе и в новостях сейчас уже переизбыток то есть куда ни ткни везде там самый коронавирус более того уже даже в интернете полно роликов с теми же самыми инструкциями причем многие из них сняты просто из телевизионных программ из тех же самых новостных программ вот поэтому по-моему ну повторяю это субъективное восприятие кому-то много кому-то мало вот но мне кажется что со всякими там инструкциями со всем прочим даже перебор значит другое дело что люди не всегда эти инструкции выполняют значит и не выполняют в первую очередь потому что в основном да выполнение этих инструкций предполагает высокую вероятность ограничения вашего передвижения то есть если вы пошли проверяться на коронавирус а вы же просто так не пойдете да то есть у вас должны быть какие-то симптомы острого респираторного заболевания острого респираторной вирусной инфекции значит а это значит что даже если тесты на коронавирус не подтвердились вас все равно две недели продержат в карантине значит соответственно народ ну я понимаю что две недели в карантине существенным образом ломают планы любого человека и поэтому далеко не все испытывают желание звонить по всякого рода горячим линиям там вызывать врачей проверяться там и так далее и тому подобное значит поэтому зачастую просто люди эти самые инструкции не выполняют а так в общем-то самая простая да инструкция которая постоянно говорит что если вы обнаружили у себя признаки вирусной инфекции вызывайте врача на дом если нельзя вызвать вического терапевта вызывайте скорую помощь они уже будут ставить диагноз и решать вопрос с необходимостью проведения тестов на коронавирус и с необходимостью госпитализации есть или нет такое по-моему значит для просто обычного человека который никуда не улетал ниоткуда не прилетал значит ни с кем там особо не контактировал по-моему инструкция данная вполне исчерпывающая тем более что периодически там еще публикуют телефоны всяких горячих линий по которым можно позвонить выяснить конкретно собственную проблему так спасибо следующий звонок слушаю вас вы в эфире здравствуйте Сергей Москва добрый день Сергей я не буду говорить сейчас там верю я не верю просто в субботу я был в гостях вот в эту субботу врач-хирург он мне сказал очень грустную вещь вот знаешь говорит Серега вот где в России есть медицина там будет коронавирус а где в России нет медицины там коронавируса и не будет и вот яркий пример сегодня в Пензу привезли 300 тестов для коронавируса вот раньше просто даже при желании врачи бы не могли установить его я так думаю что через недельку в Пензе поймают коронавирус и он так грустно говорит ну понимаешь вот это вот это самое грустное что вот нет медицины и коронавируса нет и даже если у тебя пациент тяжелый а как ты определишь что у него коронавирус значит надо его ввести в областной центр ну в общем вот такая вот грустная история ну понимаешь я согласен что все-таки отсутствие тестов не означает отсутствие медицины ну часто довольно вот иногда в некоторых местах это совпадает он как врач с 28-летним стажем он говорит что к сожалению бывает нет ну конечно нет я считаю что все так сказать приняты конечно большие меры кроме единственной вот я сегодня как раз я вот приехал с работы ну метро это конечно московское это вынос мозга я не знаю я понимаю что закрыть это нельзя это значит остановить город но пока не будет закрыто метро Москва под ударом сильнейшим ну скажите пожалуйста вот давайте предположим что метро закрыли да значит вы не будете передвигаться будете я ну как вот я дом работал нам уже сказали на работе что желающие могут я инженер проектировщик через неделю будет готова операционная ну готова машинная так сказать составляющая компьютерная для удаленной работы я знаю во многих во многих офисах где возможно удаленная работа люди уже работают удаленно у нас проблема в том что у нас трехмерка 3D и поэтому надо подготовить и не у всех дома есть такие достаточно мощные компьютеры ну видите это как с тестами до того как коронавирус появился их изобрести нельзя потому что нету вируса который надо тестировать а после того как он появился прошло не так много времени в общем то мы первые кто их начал выпускать в промышленных масштабах но понимаете все таки я считаю что в Москве надо что-то делать с этой вот огромной толпой народа туда-сюда знаете опять-таки их можно сослать в Сибирь можно можно расстрелять да но я думаю что от коронавируса вообще пострадает все таки меньше чем если принимать такие радикальные меры вот а так куда вы куда вы куда вы денетесь от мегаполиса нет если город нет если город останавливает то это будет вот такой удар по экономике что мама не горюй конечно правильно тем более что это 10% населения России и наверное 30% российской экономики вот поэтому 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 ну порядка 15 миллионов населения живет это порядка 10 миллионов порядка 10 процентов населения России ну да вот ну да и порядка 30 процентов российской экономики здесь сосредоточено более того это управленческий центр и так далее причем не просто там политический в конце концов президента можно перевести в Пермь да, и управлять оттуда, но это самое, но это и центр экономических, и транспортных связей, и так далее, Москва была крупнейшим транспортным узлом, всегда связывающим всю Россию, и понятное дело, что если ее выключить из системы национальной экономики, то национальная экономика просто сразу же впадет в коллапс, и это будет значительно хуже, чем, кстати, любой коронавирус с любыми потенциальными последствиями, поэтому еще раз повторяю, понятно, что может наступить такой момент, да, когда Москву будет дешевле выключить, но пока что ни один город, да, ни один город на планете, который переживал вот этот самый коронавирус, полностью все-таки не выключали, тем более, когда лет шла о мегаполисе, который бы имел такое значение для государства, как имеет Москва, поэтому, по-моему, здесь вполне понятны действия и московских властей, и российского правительства. Нет, самое главное действие этого правительства понятны, наши действия, вот мои действия такие, через неделю я перейду на домашнюю работу, и у нас дети уже все выросли, уехали мы с женой, и мы переходим на доставку продуктов. Вот мои меры, мои меры по борьбе с коронавирусом. Правильно, ну человек, который будет доставлять вам продукты, как раз у меня доставка. А мы все обговорим. Может, на него может кто-то кашлянуть, а он кашлянет на вас. А мы его у двери оставим, у нас тамбур, дверь, наша, так сказать, часть дома. Понятно, значит, ну и потом, вы же понимаете, что в любом случае все не смогут изолироваться дома и сидеть, спасаться. Но я говорю, меня, понимаете, вот скажем прямо, меня все особо не волнуют, меня волную я. Вот мои меры будут такие. А вот это вот, кстати, зря, потому что общество спасается либо совместно, либо совместно гибнет. Потому что, если, извините, вы, сидя в квартире, ну и еще несколько миллионов, даже москвичей, сидя в квартире, спасутся. Ну, а несколько миллионов гуляющих по улицам помрут, то те, которые сидят в квартирах, помрут тоже только позже и в муках. Ну, пожалуйста, ну тогда, тогда, не, ну тогда понимаете, тогда что? Нет, я не говорю, что вы неправильно поступаете. Я просто говорю, что когда вы заявляете, что меня волную только я, так волноваться вообще надо обо всех. Ну, естественно, я волнуюсь, что вы понимаете, я не могу волноваться. В том числе, вот я еще раз говорю, что меня, например, беспокоит судьба тех же самых рестораторов, да, потому что это малый бизнес. И если их закроют, высока вероятность того, что их в ближайшее время... Их уже закрыли. Нет, их сегодня объявили, что их закрывать пока не будут. Вот, так вот, если их закроют, то через 2-3 недели половины не будет. А это большое количество людей, это судьбы, значит, это тысячи людей, реально. Испанцы же как-то закрыли. Испанцы же как-то закрыли. Да, итальянцы закрыли, значит, но, опять-таки, не от хорошей же жизни, да, закрыли. Жить захочешь, как в том фильме было сказано, жить захочешь еще не так, а скорее. Вот, ну, хорошо, спасибо вам, тут у нас просто много звонков следующих, пожалуйста, вы в эфире, слушаю вас. Алло, добрый день. Александр. Добрый день, Александр. А вы знаете, нет, на метро ездить, конечно, совершенно нельзя, это... Там можно просто стоять и через глаза получить, даже дышать не надо. Вот, ну, через слизистую глаз, это там плотно они стоят, конечно, Кто может не ездить на метро, тот не должен там ездить, опаздывать на работу, договариваться как-то что-то, вот, но никак не ездить. Александр, я с вами согласен, поскольку я езжу в метро, если там будет меньше людей, мне будет просторнее. Вот, и, а вот я бы обратил еще внимание вот на церковь, там есть в сети, ну, и там рассказывали, В Ленинград, ну, в Петербург привезли, это сам, мощи там кого-то, и сейчас все его там целуют. Вот в церкви они целуют иконы. Вот чем дальше распространяется вот эта вот паника, тем больше они целуют эти иконы, а там, значит, мощи. Это ужасно распространение вируса, когда будет, пойдет. Вы знаете, это не зависит от паники. В Москву привозили мощи без всякого вируса, и очереди для того, чтобы приложиться к ним, стояли на нескольких километров. Это во-первых. Ну, а теперь они еще больше озадачены. Больше или меньше, но вы не можете ограничить людей в праве отправлять свои... Это да, но целовать им надо запретить. Ну, как же так? Ну, вот настоятели церквей должны об этом им говорить все время там. Предупреждать их могут, да, но запретить проявлять свои религиозные чувства мы не можем. Запретить целовать иконам можно. Значит, повторяю еще раз. Запретить, да, невозможно, потому что... Ну, люди все равно найдут способ, да, значит, решить эту проблему. Это во-первых. Только у них появится неприятие той же самой государственной власти, которая им это запрещает. Потому что всегда в вопросе выбора между Кесарем и Богом верующий человек выбирал Бога по одной простой причине. Потому что верующий человек верен в то, что в храме речь идет о спасении души. То есть земной мир конечен, а тот бесконечен. И можно пожертвовать конечным в пользу бесконечного. Вот. Поэтому переубедить, да, или заставить верующего человека отказаться от выполнения религиозных обрядов невозможно. Он скорее умрет. Значит, соответственно, создавать на фоне и без того сложные обстановки еще и социальную нестабильность, да? Вы что, по этим самым, по храмам войска разошлете, чтобы под каждой иконой... Вы в храме были, знаете, что там икон висит? Под каждой иконой полицейского или солдата поставить? Армии не хватит. Да не, ну понятно. Но я имел в виду, что просто надо батюшкам сказать, чтобы они к верующим обращались, чтобы... Значит, батюшки действуют тоже на основании своего внутреннего убеждения. Знаете, как следователь, да, который принимает решение, виновного или невиновного, на основании своего внутреннего убеждения. Вот один батюшка может сказать, что не надо целовать иконы сейчас, да, не надо. Запретить не может, посоветовать может. А другой батюшка может сказать, что наоборот, надо чаще прикладываться к иконам, и ничего вы здесь не сделаете. Поэтому эту тему можно обсуждать, можно не обсуждать, надо просто понять, что все равно будет так. Так, спасибо. Я не знаю, на сколько звонков мы еще успеем ответить, но, пожалуйста, вот вы в эфире, слушаю вас. Добрый день. Добрый день. Игорь, я уважительно отношусь и к господам ведущим, и звонящим. Ну, вот предыдущий звонивший, он сам нагнетает обстановку, истерию. Вот когда у нас просто идет эпидемия гриппа, никто же не звонит на радио и не говорит, что батюшка должен запретить преклоняться и целовать эту икону. Ну, уже абсурд просто. Давайте как-то на земле. Значит, вы знаете, я бы не сказал, что в данном случае человек нагнетает, и он выражает свое обеспокоенность. Да, и опять-таки, он не просто так беспокоится, а ему уже сообщили в новостях, что по этому поводу стоит беспокоиться. Значит, другое дело, что меня вот в данных ситуациях всегда коробят, так говорят, надо запретить там, да. Или надо, чтобы кто-то там сказал, что этого делать нельзя, и так далее. Значит, то есть, если я считаю, что это неправильно, то надо немедленно ввести запрет на соответствующие действия. А в принципе, всегда надо разбираться, где запрет может быть действенным, а где запрет приведет только к худшей ситуации, чем была до введения этого самого запрета. Так вот, я еще раз говорю, что просто религия, это дело слишком тонкое для того, чтобы туда лезть грубыми государственными руками. Потому что нормативной базой государства регулировать религиозные вопросы практически невозможно. Совершенно с вами соглашусь. Вот, поэтому не следует вообще брать на себя государству такую ответственность. Так, спасибо, может, еще на один звонок успеем ответить. Да, пожалуйста, слушаю вас в эфире. Алло. Добрый день. Добрый день. Скажите, а вот почему бы не сделать элементарную вещь? Не поставить во всех общественных местах синие лампы, которые так же, как в больнице, работают в присутствии людей? Есть, ну, я не думаю, не надо вам объяснять, что есть разные синие лампы. Одни в отсутствии людей, другие в присутствии людей, животных и прочих. Почему бы не сделать этого? Я не знаю, чем это самое. В тех же школах общепитие, даже в метро. Да, не знаю, чем там помогают синие лампы, да, но я, во всяком случае, видел в нескольких местах, значит, такие агрегатики, которые действительно испускают такой синеватый цвет, наверное, вы именно их и имеете в виду. Ну, я так понимаю, что, опять-таки, всего на всех всегда не хватает, поэтому нельзя поставить абсолютно во всех общественных местах, да, значит, по крайней мере, надо, значит, закупить, создать, развести, там, и так далее. Значит, вот, даже, казалось бы, самое простое, советуют во всех местах, да, там, на входе в учреждение просто поставить следствие дезинфекции РУ. Но далеко не везде это получается. Так, больше мы, к сожалению, ни на что ответить не успеваем. Вынужден с вами попрощаться и до новых встреч. Спасибо за эфир.